Здравствуйте! В эфире программа «Открытый диалог». Давайте представим себе ситуацию. Мы, воодушевленные, собираемся в отпуск, приезжаем в аэропорт, регистрируемся на рейс, проходим весь необходимый контроль и, казалось бы, сейчас устроимся в комфортном кресле самолета. Но, уверяю вас, до самолета дело не дойдет, потому что нас остановят еще в аэропорту люди в форме. Ведь в отпуск нужно отправляться без долгов. И как же вовремя рассчитаться по долгам с налогами и лететь, конечно же, в отпуск спокойно, нам расскажет наш сегодняшний гость. Точнее, гостья. Заместитель начальника Межрайонной инспекции ФНС России номер 17 по Московской области Евгения Маргун. Евгения Сергеевна, здравствуйте. Большое спасибо, что пришли сегодня к нам. Здравствуйте. Евгения Сергеевна, сколько же люберчан сегодня может столкнуться с такой ситуацией, что их остановят в аэропорту и они никуда не улетят? Ну, прежде всего, хочу отметить, что наша инспекция администрирует 4 города. Конечно, 80% наших как должников, так и благонадежных плательщиков – это город, городской округ Люберц. На сегодняшний момент выявлено около 30 тысяч должников, в том числе люберчан. И эта сумма составляет порядка 300 миллионов рублей, если брать в абсолютной величине. Ничего себе величины. Да. Вот это цифры – 30 тысяч должников по вашей территории. По вашей территории. Туда включены, конечно, и люберцы. Скажите, выше какой суммы долга невозможно будет покинуть страну? Нужно для начала рассказать, наверное, о самой процедуре взыскания задолженности и как итог, почему не выпускают за рубеж, почему сотрудники, как вы выразились, в форме, граждане в форме, не дают вылететь. Налоговая инспекция начисляет налоги ежегодно. Все это знают. Мы платим каждый год, имея в собственности земельные участки, объекты недвижимости, квартиры, жилые дома, либо транспортные средства, налоги. И вот в случае, если этот налог единым днем 1 декабря не был погашен, мы выставляем требования. Вот как раз по результату кампании прошлого года, те, кто не заплатил до 1 декабря 2018 года, сегодня и возникли в должниках. Вот сегодня в аэропорту их и могут остановиться люди в форме. Но прежде чем дело дойдет до аэропорта, эту задолженность мы передаем сначала в службу мировых судей. То есть мы прослуживаем эту задолженность, чтобы у нас был исполнительный документ, который мы можем предъявить в службу судебных приставов. И вот уже, как один из инструментов воздействия на должника в рамках закона об исполнительном производстве и есть приостановление передвижения гражданина, в том числе за рубеж, это приставы накладывают ограничения на выезд за границу. Можно сказать, что человек, который вылетает за рубеж, он, в принципе, уже знает о том, что у него долги, да? Потому что вы с ним уже работаете. Конечно. Уведомления какие-то поступают. Прежде всего, это требование направляется в адрес налогоплательщика. Оно может быть направлено тремя способами. Это по почте, соответственно, стандартное. Все граждане у нас получают эти уведомления. Заказным письмом. Заказным письмом. Это централизованная рассылка. Она массовая. Если она делается, то это делается всем гражданам, в частности, нашего городского округа, кто является должником. Далее. Требование это можно увидеть в личном кабинете, если налогоплательщик подключен к интернет-сервису в Федеральной налоговой службе. Это такой, как личный кабинет для физических лиц. Либо, обратившись в налоговую инспекцию, получить на бумаге лично это требование. В требовании всегда оговаривается срок погашения этой задолженности. Считается, что это добровольное исполнение требования. То есть, если к этому сроку будет погашено требование, вся дальнейшая процедура взыскания прекращается по должнику. Если должник не исполнил добровольно свою обязанность по уплате налога, то мы эту задолженность направляем в мировым судьям. То есть, просуживаем ее. Готовится пакет документов. При этом мы одновременно судом и уведомляем, извещаем, как ответчика нашего должника в обязательном порядке. То есть, уже дважды мы проинформировали о необходимости уплаты задолженности. И вот в случае, если должник не проигнорировал наше письмо, что мы направляем пакет документов в мировой суд, он не пришел по повестке в мировой суд, мы получаем тот самый документ, исполнительный судебный приказ, который в течение трех лет имеем право предъявить службу судебных приставов для взыскания задолженности. Кроме того, мы этот судебный приказ можем не только в службу судебных приставов направить. Мы можем его направить как работодателю, выявив, где должник работает в настоящий момент, а мы эти данные владеем этой информацией, направить работодателю будет удержание из заработной платы этой суммы задолженности, направить в банк, где располагается, где открыты расчетные счета у указанного должника, и банк в одностороннем порядке спишет эту задолженность, исполнив судебный акт. И традиционно служба судебных приставов. Вы просто вездесущие, получается. То есть в любом случае ваше уведомление, которое вы отправляете в той или иной форме, оно неформальное. То есть человек точно понимает, что он действительно должен, он знает об этом, да? Кроме того... Он не может делать вид, что он не получал уведомления, правильно? Конечно. У нас прежде всего об уплате налогов написано в нашем главном документе. Это в Конституции. 57-я статья гласит, что каждый гражданин Российской Федерации обязан уплачивать законом установленные налоги. Соответственно, если я владею имуществом, я прекрасно понимаю, что за машину, за квартиру либо за земельный участок я обязана платить налог. Ну, есть, конечно же, некие поправки, если я не являюсь льготной категорией. Но это совсем другая история. Да, про льготы тоже поговорим. И все-таки, Евгения Сергеевна, выше какой суммы невозможно уже полететь за рубеж? Судебные приставы в автоматическом режиме блокируют выезд за пределы границ Российской Федерации. Это 30 тысяч рублей. И по ходатайству налогового органа свыше 10 тысяч рублей. А, то есть даже за 10 тысяч рублей уже можно здесь испортить отпуск. Получается, лучше все-таки платить и вовремя. Конечно. Хорошо. А то, что касается льготных условий, то здесь кто их имеет и каковы, в чем заключаются эти льготы? Да, хотелось бы отдельно остановиться. Именно на льготной категории. Вот получив уведомление, каждый гражданин, а сегодня у нас как раз проходит массовая кампания по начислению за 2018 год, поэтому сейчас будет очень актуально проверить, все-таки являетесь ли вы льготной категорией, льготником, да. И если являетесь, то своевременно написать нам заявление. А без заявления никак, да? То есть... Если ранее гражданин уже, например, пользовался льготой, скажем, по имуществу, не пенсионное удостоверение, да, сегодня у нас просто расширился очень спектр льготных категорий по всем налогам, в частности, там, по земле. У нас раньше пенсионеры не освобождались, сегодня у нас на 6 соток, знаете, прогремевшие на всю Российскую Федерацию изменения в налоговое законодательство, теперь пенсионеры за 6 соток не платят налог. Платят с превышением 6 соток за оставшиеся сотки, квадратные метры. И им нужно написать заявление в любом случае? Вот таким гражданам нет. А, не нужно. Если он ранее по квартире пользовался льготой, то есть у нас уже есть информация, что льгота введена, она не ограничена, то есть нет срока ограничения этой льготы. Например, выход на пенсию по возрасту. Там уже ограничений нет. Пенсионер по возрасту. Имея такую информацию, налоговый орган автоматически, без заявления налогоплательщика, предоставит льготу по земельному участку на 6 соток. Но если есть другие основания, например, вы являетесь многодетной мамой или папой, и по транспорту вы, по транспортному налогу, по земельному налогу, по налогу на имущество сегодня, вы имеете право на льготу. И если налоговый орган ранее не располагал сведениями о том, что вы являетесь многодетным родителем, вам необходимо об этом написать заявление. Желательно приложить документ, но либо указать именно регистрационные сведения вашего документа, чтобы вы могли сделать в компетентный, в уполномоченный орган запрос. Это заявление я должна прийти лично написать в самой инспекции, или я могу в электронном виде отсканировать и отправить? Конечно, это может быть и электронный вид, и лично в инспекцию, в любом почте России, в любом уполномоченном МФЦ, кто принимает такие заявления. То есть сегодня масса возможностей представить такое заявление в налоговый орган. И опять же хочется вернуться к этому инциденту в аэропорту. Вот, например, меня все-таки останавливают, но я знала о своих долгах, и буквально вчера перед вылетом я все-таки их оплатила. У меня есть подтверждающие документы, что у меня все оплачено. Меня выпустят все-таки из страны или скажут... На основании этих платежных документов судебный пристав-исполнитель должен окончить исполнительное производство и как следствие снять запрет на выезд за рубеж. То есть вы понимаете, что если... Это длительная процедура? Эта процедура занимает некий промежуток времени. Все равно временный лаг образуется. Поэтому нужно заблаговременно. Это несколько часов или несколько дней? То есть сегодня, ну там, если у меня еще до самолета 3 часа, он успеет в это время, не успеет закрыть? Ну, по практике не успевает. На практике не успевает. Поэтому и рекомендуется заблаговременно до вылета проверить наличие задолженности по себе, по своим родственникам, с кем вы летите, чтобы не испортить себе отпуск. И если вы увидите, что задолженность все-таки числится, и на сайте службы судебных приставов есть банк данных, вы можете по дате рождения, по фамилии, имя, отчество, найти себя там. И если есть неоконченное исполнительное производство, все-таки поинтересоваться у приставов, во-первых, в связи с чем эти производства открыты были, и, во-вторых, проверить, есть ли ограничения выезд за границу. Это сказать сможет только служба судебных приставов. А вообще вот так вот за сколько дней до вылета безопасно можно будет заплатить, и действительно ты гарантированно вылетаешь? Ну, в идеале, конечно, платить налоги нужно в сроке, поскольку должна быть платежная дисциплина у каждого налогоплательщика. Абсолютно согласна. Но если вдруг такое случилось, это у каждого будет индивидуальная ситуация. Вы понимаете, что когда вы оплачиваете денежные средства в кредитном учреждении, денежные средства поступают сначала в управление федерального казначейства, как распорядителя денежных средств, а мы лишь получаем некий электронный файл, подтверждающий, что деньги поступили. После этого мы направляем информацию о погашении задолженности в службу судебных приставов, и только после этого приставы смогут закрыть исполнительное производство. Либо, если вы платите на депозитный счет службы судебных приставов, а там есть еще плюс 7% исполнительский сбор. Комиссия вы должны заплатить, да? Конечно, сумма возбужденного производства. Ах, вот как. И после этого только приставы у себя отображают эти деньги, но они опять же на депозит приходят через казначейство, как распорядителя средств. Это все равно некий временной промежуток. То есть тогда лучше не приобретать горящие путевки, не убедившись, что у вас нет задолженности. Получается, такая вся процедура, она занимает порядка 10 рабочих дней, пока деньги перейдут. Ну, если очень круто. Ну, хорошо, ну, 7 рабочих дней, да? То есть это рабочих, причем не календарных. То есть, конечно, здесь... Да, нужно себя и таким образом тоже обезопасить. Спасибо, Евгения Сергеевна. Сейчас мы прервемся на рекламу, а далее вернемся в студию и продолжим открытый диалог. Оставайтесь с нами. Продолжаем открытый диалог и продолжаем беседовать с заместителем начальника Межрайонной инспекции ФНС России номер 17 по Московской области Евгенией Маргон. Евгения Сергеевна, если несовершеннолетний ребенок является собственником того или иного имущества, ну, скорее всего, квартиры чаще всего, да? Вот здесь как вообще с налогами-то и с ребенком? Вот как-то немножко есть легкий диссонанс. Как работать приходится? Как гражданское законодательство, так и налоговое не ограничивает ни в чем несовершеннолетних детей. Он может становиться собственником, правильно, как вы сказали, уже даже в момент рождения, да? На него могут в момент приватизации долю какую-то распределить. И он становится плательщиком налога на имущество. И вот в случае, если не были уплачены родителями, потому что по гражданскому законодательству до 18 лет исполняет обязанность за своих несовершеннолетних детей по уплате налогов его родители. Вот если родители не заплатили налоги, к сожалению, и за своего ребенка тоже, то вся семья станет должниками. А льготы есть какие-то, то, что касается детей? Ограничения, льготы? Нет, к сожалению, льгот никаких нет. Ограничения может быть, если сам ребенок является ребенком-инвалидом, то там льгота может быть. То есть когда сам владелец, собственник, неважно, сколько ему лет, является инвалидом, ветераном, пенсионером, он может претендовать на льготу. Но если такой категории у этого ребенка нет, то, соответственно, и льгот никаких не будет, родители будут в полном объеме платить за указанные налоги. А личный кабинет, он на сайте налог.ру, да, он заводится как от имени ребенка или от имени родителя? Кабинет будет на имя ребенка, но открывает его родитель с копией свидетельства о рождении ребенка. То есть представляет нам свой паспорт, свидетельство о рождении малыша, и мы открываем личный кабинет на ребенка. Дополнительно нужно, там, может быть, написать заявление очередное, приходить в инспекцию лично и там физически что-то делать, не виртуально? Для того, чтобы открыть личный кабинет, на сегодня в любом случае нужно посетить любой налоговый орган, то есть находясь в командировке во Владивостоке, вы можете открыть личный кабинет, но посетить налоговый орган нужно. Нужно понимать, что личный кабинет – это некая копия нашей программы, нашей базы данных, там содержатся персональные данные, поэтому посредством интернета отправить не есть. Хорошо только, когда налогоплательщик сам в заявлении ставит галочку, прошу предоставить мне по электронной почте мою регистрационную карту, только в этом случае с согласием собственника мы направляем по интернету регистрационную карту, а так посетить налоговый орган придется. В любом случае, да. Хорошо, Евгения Сергеевна, и все-таки я вот в этом году была должником, я рассчиталась по долгам, очень раскаиваюсь, конечно, так делать нельзя, нужно все платить вовремя. Вот как мне встать на этот путь исправления? Жизнь-то продолжается, грядет следующий период, да, где тоже надо будет рассчитываться? Конечно, конечно, как раз сейчас у нас массовая кампания по исчислению налогов. Всем жителям городского округа начислены на сегодняшний момент все три налога, ну, кто является владельцем земли, имущества либо транспорта. Начисление мы произвели. Нужно помнить о том, что уведомление будет единое. Что это значит? Значит, это значит, что мы начисляем налог на нашу недвижимость, находящуюся на нашей территории, да, нами администрируем, например, в городе Люберца. Но у вас есть при этом квартира в Москве, дача в Сочи, не знаю, земельный участок где-то... Ну, в другом регионе. В другом регионе. Уведомление, когда все регионы окончат начисление, будет формироваться единое уведомление. Все равно. Все вместе. И вы, как житель города Люберца, получите сразу в одном уведомлении и начисление за землю, например, в Питере, за квартиру в Москве и за дачу в Сочи. Кроме того, в единое налогоуведомление с прошлого года уже включена и сумма налога на доходы, которые необходимо заплатить. Вот хотела спросить, это еще один вид налога, который тоже нам необходимо? Да, который платит физическое лицо в случае, если с него налоговым агентом не был удержан налог. Что это может быть? Чаще всего нам представляют справки о доходах банки, когда гражданин, беря кредит в банке, получает некую материальную выгоду. Например, процент по кредиту ниже, чем ставка рефинансирования. Либо денежные средства по кредиту были признаны безнадежными к взысканию банком. Возникает некая материальная выгода, с которой необходимо заплатить налог. И вот тогда нам присылают в кредитное учреждение справки с неудержанным налогом, и я, как налоговик, обязана эту сумму вам направить для уплаты. Либо, что еще может быть? Ваш работодатель выплатил вам, не выплатил вам, предоставил вам услугу или подарок в виде путевки, ну, например, вы в Плёс поехали, здорово на теплоходе. Да, прекрасный работодатель. Путевка – это натуральная величина, но она имеет стоимость. Вот эту стоимость, поскольку вы затрат не понесли на приобретение, вам ее подарил ваш работодатель, вы обязаны заплатить 13% с этого подарка. Если работодатель не удержал с вас эти 13%, то вы это удержите. И вот теперь такие суммы включены в налоговые уведомления, и точно так же, как и налоги на имущество, эту сумму нужно будет заплатить до 1 декабря. В этом году срок, в связи с тем, что это 1 декабря у нас приходится на воскресенье, в этом году срок уплаты будет 2 декабря. 2 декабря 2019 год, дата КИКС. Да, необходимо исполнить все обязанности по уплате налогов за 2018 год. И в случае, если вы эту обязанность не исполните, у нас новый цикл компании по наисканию. То в 2020 году ждите вас встретят в аэропорту. Соответственно, да. Ну что ж, Евгения Сергеевна, а вот то, что касается налоговых вычетов, очень интересная тема. Я столько наслушалась, пока готовилась к этому интервью по поводу того, за что можно получить налоговый вычет. И у меня были такие варианты ответов, как за абонемент в тренажерном зале, допустим, или там за медицинские услуги, или к косметологу сходил, тоже налоговый вычет получил. Может быть, в вашей практике тоже есть какие-то примеры, где спрашивали, народ интересовался все-таки. Вот развейте, пожалуйста, где у нас миф, где мы живем, в какой реальности. Как нам здесь повысить свою грамотность? – Государство и законодатель наш однозначно говорит, всего четыре вида вычетов могут быть. Стандартные вычеты – это вычеты чаще всего на несовершеннолетних детей, и по заявлению наш работодатель нам дает эти стандартные вычеты, мы даже этого не замечаем. Второй вид вычетов – это социальные вычеты, о чем вы и сказали. Это вычеты за понесенные расходы на лечение, либо приобретенные медикаменты. Причем лечение может быть двух видов – обычным, код услуги 1, и дорогостоящим, код услуги 2. В чем разница? Код услуги определяет медицинское учреждение самостоятельно, к какому виду лечения это относится. Разница для нас, для налоговиков при предоставлении этого вычета. Если код услуги 1 – обычное лечение, то сумма вычета ограничена 120 тысячами, если вы просите вычет за себя, и 50 тысячами, если за своего родителя, супруга, ребенка. Ребенка. Если это дорогостоящее лечение, код услуги 02, то там сумма вычета не ограничена. То есть у нас бывают сложнейшие операции, когда тратятся средства, там и превышающие миллион рублей. Вот мы возвращаем со всей суммы, указанной в справке о медицинской услуге. Что касается медицинских препаратов, то они обязательно должны быть внесены в перечень медицинских препаратов, которые подлежат возмещению, средства по приобретению которых подлежат возмещению с бюджета. Третья сумма вычета – это имущественный вычет, который может быть получен нами, если мы приобретаем в собственность, например, недвижимое, жилое помещение, либо земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, на котором будет возведен дом. То есть я либо приобретаю, либо строю. И это первая по счету, допустим, это первая моя квартира, правильно? Не важно. Это не важно, какая она по счету. Просто если социальный вычет по лечению мы можем получать, вот сколько лечимся, столько и получаем, то имущественный вычет при приобретении недвижимости мы можем получать один раз в жизни. А, это просто один раз в жизни получается. Вы можете купить три квартиры, но какую вы считаете, за одну возместить, компенсировать 13%. Вот как. Третий вычет – это профессиональный вычет, он распространяется на адвокатов, на нотариусов, те, кто осуществляет профессиональную деятельность и имеет некие расходы по осуществлению своей деятельности. Но это редкий вид вычета, который используется гражданами. И, конечно же, вычеты за приобретение транспортного средства, как вы сказали, абонемент в фитнес-клуб, посещение косметолога, собака, кошка, приобретение – это все является мифом. К сожалению, законодатели, налоговый кодекс не предусматривает никаких форм вычета по приобретению указанного имущества. Спасибо, что вернули нас на землю, Евгения Сергеевна. Хорошо, продолжаем в таком случае. Еще возникает тоже вопрос, если гражданин России живет за границей, в каком-нибудь ближнем зарубежье, но здесь у него есть, опять же, имущество, и все-таки длительное время он живет там. Здесь вот как по расчетам с налогами? Через личный кабинет достаточно все это сделать, либо же нужно приезжать, как-то о себе заявлять? Может быть, допустим, у него там есть на жительство? Да, вопрос понятен. Обязанность лежит на налогоплательщике по уплате налога. Поэтому, как будет удобно гражданину? Он может посредством личного кабинета и зарубежа осуществлять оплату через личный кабинет онлайн-платежей делать, и вопрос к нему не возникнет. То есть он сам. Если нет кабинета, здесь, конечно, будут сложности. Он может погасить свою задолженность, либо текущий платеж осуществить посредством родственников. Сегодня 45-я статья Кодекса налогового говорит, что нам разрешены уплаты третьими лицами. То есть я могу дать вам поручение, и вы оплатите за меня, будучи в Российской Федерации, налог. Ну, либо самому иностранцу или гражданину, проживающему за рубежом, нужно будет приехать к нам. А что нужно для этого сделать, чтобы вот это третье лицо? Вам достаточно взять просто платежные извещения. Кстати, в налоговом уведомлении, в новом, который мы будем отправлять в этом году, уже будет отсутствовать квитанция. Как вы знаете, сейчас в кредитных учреждениях квитанцию, если раньше пробивали саму квитанцию и возвращали вам второй корешок, как говорили раньше, сегодня дают чек-ордер. То есть для банка не требуется специальная форма квитанции для заполнения реквизитов. Вот в текущем уведомлении по итогам массовой кампании по исчислению налогов квитанции уже не будет, будет указано просто в реквизиты, куда необходимо тот или иной налог перечислить. Соответственно, вы, получив это уведомление, как представитель вашего родственника, проживающего за рубежом, можете обратиться в кредитное учреждение и заплатить эту сумму налога. Если вы платите по QR-коду, либо по штрих-коду со своего расчетного счета, то деньги автоматически перечисляются по УИН. Это специальный код в платежном поручении, в котором зашиты все основные реквизиты налогоплательщика. Соответственно, он автоматически садится в карточку расчетов с бюджетом. А вот если вы заплатили через операциониста, у вас попросили паспорт и вбили ваши реквизиты, то тогда нужно будет написать заявление в налоговый орган, чтобы этот платеж разнесли с вашей фамилией, соответственно, на того оплательщика, за кого вы осуществляете уплату. Но доверенность при этом на это третье лицо писать не нужно? Нет. Это достаточно просто? 45-я статья сейчас говорит о том, что иные лица могут за вас уплачивать налоги. А часто вообще используется эта практика в вашей работе? Вот насколько... Сейчас, да, стало удобно, и даже налогоплательщикам удобно, потому что не всегда есть возможность заплатить здесь и сейчас, а родственники могут помочь. Могут помочь, да. И вы нам тоже очень помогли сегодня. Спасибо, Евгения Сергеевна. Дорогие друзья, у нас в гостях была заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС России номер 17 по Московской области Евгения Маргон. Сегодня мы говорили о том, как же улететь в отпуск и чувствовать себя спокойно, заплатив при этом налоги. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова